Техника очень качественная, сейчас ему очень понравилось. Хорошие стандарты очень правильно выполнены. Теперь хорошо бы добавить, чтобы была связь техник, больше текучести, больше взаимосвязанных действий. Отправлять больше... Помните о связи, помните о том, что есть подача энергии вперед, назад, вперед, что она постоянно движется. То есть идет смена движений, одна за одной, чередуется. Еще один раунд. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если слишком сделать стойку длинной, если увеличить ее, то у вас не будет плавности, текущести отправить до конца, сделать техническое действие, скрутиться. У вас должен быть баланс, который позволит вытянуть максимально. Как вы видите, в чин то ката нам надо делать довольно резких, острых движений. А также использовать представление, фантазировать, как бы это было в реальном бою. Мы защищаемся, контратакуем. Какие вопросы есть? А, я помню сейчас. Один пункт. Какое движение рук в этой позиции? В этой технике. Вот вы сделали, и спрашивают. Пopfège обморачиваю Yoga. Presents по мне. Нет. В этих ногах правильней. Первый раз, когда мы идем вперед, правая рука внутри, а потом правая рука снаружи. Вот так же, да? Серёга так же делает, да? Имеет значение иногда вот здесь. Так, так, так... Саги аширапси руико. Саги означает, как... Это не кокор. Кокоро — кокоро. Это не кокоро. Эггета. Эггета. Знаешь эггета? Риверсайд. Дельтата. Да, я думаю, вы понимаете. Соги аширапси. Какая-то... Высота на ги. Гангаку означает... Гангаку — цуру. Цуру — кокоро. Я не знаю, как это кокоро. Да, это кокоро, цуру. Цуру. Труру, бруру. Ага. Ага. Саги — более пленимый птиц. Ага. Санитные птицы есть с коколком. Да. Ну, я не знаю. Обычно они стоят только на одной ноге, то есть вторая и доцепляют. Нога имеет значение высоты зацепа. Да, важно не оставаться второй ногой на ту, которая стоит, а просто стоять вместе. То есть она не цепляется. В шотакане она цепляется под ногу. Но в ваду она должна быть свободна, потому что в ваду следует удару ногой и она должна быть свободной для удара. Вы можете ударить. Здесь можно ударить. Вы забыли, вы можете ударить. Я имею в порядок уровень этого ноги. Так, нужно подготовиться к следующему удару. Если вы ударите вот так, то это слишком низко. Вы не можете ударить. На уровне ноги. На уровне ноги. Где-то на уровне колена, потому как должен следовать удар. И для подготовки она должна быть выше, чем внизу. Если нога будет внизу, будет сложно сделать удар на голове. Правильно. Приблизительно уровень колена. Почему мы делаем снаружи эту руку? Почему правую руку? Почему правую руку? Прибывает, движение. Блокинг. Почему изнаружи, это может быть изнаружи? Почему снаружи, почему не изнутри? Изнутри же тоже можно сделать блок. Просто. Просто. Симпл. Ты идёшь использовать... Другой стороной Таи собаки. Можно вот так ещё. Один, два, три. Так вот. Вместе с Таи собакой. Вместе с Таи собакой делаем захватры. Так вот. Поэтому мы должны следить. Что внутри, что внутри. Поэтому мы должны честно представлять. Когда мы делаем снаружи, когда изнутри. То есть где идёт блок, где идёт захват руки. Таким образом. Это Бункай, да? Да, Бункай. Да. Да. Официально... ВАДО, официальная объяснение, очень простая. Без спекуляций. Да. Да. Но если вы можете следить. Если вы можете изучить в хорошем способе. В правильном способе. Вы можете сделать любые применения. Официально Бункай. Те, кто хорошо тренировывает этот прием, они могут применять его и по-другому расшифровывать. Мы не говорим бункай, мы говорим ойо или кайсетсу. Ойо means application. Кайсетсу means explanation. Поэтому в Адекай используется термин не бункай как расшифровка, а как на японском ойо применение. 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 Кайсетсу means explanation. И объяснение. Два термина японских. Применение и объяснение этого применения. Бункай означает как машина. Инструкция. Ассембл. И все части. Бункай означает, что вы можете увидеть как начинка. Как это может быть. Это означает бункай. Но вы должны взять все части. Так что это означает, что иногда, если вы возьмете куски, то вы понимаете. Но иногда, если вы возьмете куски, то это легко потерять эссенцию. Поэтому мы не говорим бункай. Сэнсэй говорит, что в японских терминах бункай означает наличие всех элементов и как они все вместе применяются в като. Но бывает очень сложно понять, потому что если выпустить хотя бы один элемент, то применение может быть уже туманно. Уже будет непонятно до конца, как именно это сделать. Поэтому в ваде не используется термин именно бункай. Реальный смысл — это взять все части и посмотреть, как это было в начале. Но сейчас каратес бункай просто не взлетает куски. Просто добавляет экстра, 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 экстра. Такая большая техника, инфлят. Так что это не в хорошем случае. Наши мнения. Сэнсэй говорит о том, что сейчас много используют, особенно на соревнованиях. Раньше просто брали, бункай еще использовали, потому что можно было объяснить любое като. Но сейчас, наоборот, в бункай только добавляют, добавляют и добавляют каких-то новых расшифровок. И с точки зрения сэнсэй это не очень нехорошо для като. Потому что теряется изначальное значение, как это применяют. Поэтому вадо использует самое простое объяснение изначально. После этого, в зависимости от вашего уровня и вашего понимания техники, вы можете делать свое применение уже этой техники. Но основано на всех основных кусочках этой техники. Это означает настоящий бункай. Который называют применением. Это не спекуляция. Или, как в американских календарях, много-много спектаклей, но эссэнсэй. В Америке часто като расшифровки дают много шоу, спекулятивных. Но нет конкретного применения, как это должно быть. Устраивается просто шоу, как по идее это может быть только. Ага. Окей. Испанет. Ага. Ага. Аааа. Сейчас увидим. Сейчас увидим. Вот. Ага. Это говорит о том, что в ката используется горизонтальный кулак, но если мы хотим придать больше силы, то кулак мы ставим вертикально. То же самое и здесь. Мы ставим руку так, но для силы мы добавляем так, но в ката. Сергей, например, если в ката мы сделаем так, то это будет ошибка? Как это? Это не ошибка. Это не ошибка. Поэтому в ката мы должны следить правильным образом. Но для аппликации мы можем делать это. Это зависит от нашего уровня. Но все-таки это не будет абсолютно ошибкой. Но согласно учению, что в ката мы делаем определенным образом, как надо. А уже применять мы можем обязательно... Нисе-ши. 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 Нисе-ши, когда мы идем вперед, это хи-ши. Но мы также делаем это здесь. Здесь мы делаем в другую сторону, не в другую сторону. Но вот в этой технике мы делаем... Потому что это также нагашуки. Потому что это является... Это атака локтя с нагашуки, например. Две разные техники делается. То есть это блок удар? Нет, когда мы переходим. Переход... 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 Две разные техники. А, это третий. Тут прямо, да. Просто атака локтя. Здесь. А здесь вертикально. Сенсей показывает, делает акцент на движение тела. Я делаю так же. Что отличается? Первый, как в основном делает вы, второй, как делает Сенсей. Второй часть тела. Первый. Второй. Вы меняли центральную линию вперед. Вы меняли вперед. Это хороший момент. Но как вы можете это сделать? Сенсей говорит это правильно. Но за счет чего вы это делаете? Ротейшн? Ротейшн? Да. Ротейшн. За счет движения бедер. Но какой части? Передней или задней? Задней. Ротейшн. Ротейшн. Да, конечно. Потому что нам надо использовать заднюю руку. Например, когда вы делаете гякуцуки, вы не ударите вот так. То же самое, как в простой гякуцуки. Вы не бьете. Вы же хотите отправить руку вперед, а не на месте. Вы же хотите отправить руку вперед, а не на месте. Это означает, что вам надо использовать не переднюю часть стойки, а заднюю. Включай заднее. Задним бедром отравлять вперед. Еще больше. Посылать заднее бедро вперед. Чтобы движение шло вперед. Ставим. Надо учиться. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.